Первая профессиональная запись для Сочинского симфонического оркестра – событие знаковое. К тому же в 21 веке не так часто записи музыкальных произведений делают на грамм-пластинке. Винил – это не только ностальгия, но и своя культура прослушивания. Она для погружения, отмечает Лупченко. А произведение, которое будет записано, требует именно этого. Называется симфония «Хроника блокады». Мы запишем симфонию Бориса Ивановича Тищенко, композитора 20 века, моего учителя. Совсем недавно это сочинение прозвучало на фестивале в Петербурге, который мы делали с Владимиром Федосеевым. Там мы эту симфонию исполнили. Я дирижировал оркестром БСО имени Чайковского. И эта симфония вызвала огромный резонанс. Очень многие сочинцы просили привезти эту симфонию к нам. Я подумал, почему, собственно, нашему оркестру не сыграть эту симфонию. Она очень сложная, она требует грандиозного состава исполнительского. Там несколько составов ударных. Там усиленный состав медной группы. Там даже будет фонограмма, потому что эта симфония предполагает участие фонограммы, бомбежки, авианалет. Все это будет передано реальными звуками. Фонограмма, которая готовилась в Петербурге. Эта фонограмма сегодня здесь. Для меня большой честью является, что супруга Бориса Ивановича, вдова его, Ирина Анатольевна Тищенко, Донская, профессор консерватории петербургской. Она орфистка, очень известная орфистка. У нее несколько своих конкурсов. Вот она предложила сама поучаствовать в записи этой симфонии на пластинку. Она приедет, будет с нами играть, выступать на сцене. 28 и 29 мы осуществляем эту запись. А 31 прямо на концерте мы тоже эту запись будем вести. И пластинка выйдет в продажу уже в этом году, к юбилею Победы. В целом, на самом концерте 31 января прозвучат три произведения. Симфония Тищенко, хроника блокады, сочинение худрука сочинского симфонического оркестра Лупченко и Чайковский, музыка из первого акта балета Щелкунчик. Отмечу, что недели ранее сочинский симфонический оркестр записал саундтрек для немецкого мюзикла. Мелодии городского оркестра прозвучат в скором времени и в лентах российского кинематографа.